Всем привет! С вами Виктория. Сегодня мы с вами приготовим пирожки в духовке. Пирожки получаются очень мягкие, вкусные и воздушные. Начинка может быть самой разнообразной, но об этом позже. Мы приготовим вместе очень вкусную начинку. Тесто я буду готовить безопарным способом. Для приготовления теста нам понадобится 2 чайные ложки дрожжей или 6 грамм, 1 столовая ложка сахара, 1 яйцо, соль, растительное масло, молоко и мука. В процессе приготовления я вам буду рассказывать, сколько продуктов нам понадобится. Также я вам оставлю полное количество продуктов в описании под видео. Замешаю тесто. В емкость выливаю 250 миллилитров еле теплого молока. К молоку добавляю 1 столовую ложку сахара, пол чайной ложки соли и 2 чайные ложки дрожжей. Хорошо перемешиваю. Добавляю 1 яйцо и хорошо перемешиваю до однородности. Молоко должно быть еле-еле теплым, не более чем 35 градусов температуры. Добавляю 60 миллилитров растительного масла без запаха. Я советую добавлять растительное масло без запаха. И постепенно ввожу муку. Я добавляю на начальном этапе 350 грамм муки. Затем, когда мы будем замешивать тесто, постепенно я буду добавлять и в конце я вам скажу, сколько муки мне в общей сложности понадобилось. Хорошо перемешиваю ложкой. Как я уже говорила, тесто у нас будет безопарное. Поэтому сейчас я его вот так хорошо перемешаю. Оно будет липкое, это нормально, не пугайтесь. И затем оставляем его, накрываем полотенцем либо пищевой пленкой, отставляем в теплое место или место без сквозняков и займемся начинкой. Для начинки мне понадобится полкилограмма картофеля, 350 грамм шампиньонов, зелень, лук, соль, перец. Сначала подготавливаю овощи, очищаю картофель. Картофель нарезаю небольшими кусочками и отправляю в емкость. Картофель нужно отварить в подсоленной воде. Затем займусь шампиньонами. Шампиньоны нарезаю на мелкие кусочки. Предварительно я их, естественно, помыла и убрала то, что лишнее. Картофель у нас уже варится. Я очистила лук. Понадобится 3 луковички. У меня среднего размера. И мелко-мелко нарезаю лук. Все овощи подготовлены, нарезаны. Также я нарезала петрушку. И понадобится еще растительное масло. Из картофеля нам нужно сделать пюре. Толкушкой или вилкой, чем у вас есть, разминаем картошку в пюре. В одной сковороде я обжариваю грибы. Наливаю немного растительного масла. Нам нужно, чтобы из грибов испарилась вода. Затем в другую сковороду наливаю немного растительного масла. В этой сковороде я буду обжаривать лук до золотистого цвета. Грибы немного обжарились, вода из них выкипела. И теперь мы добавляем грибы в обжаренный лук. И хорошо все вместе перемешиваем. Добавляем картофельное пюре. Все хорошо перемешиваем до однородности. Всю эту массу нам нужно посолить и поперчить по вкусу. Начинка готова. Также я отложила немного картофеля. У меня будут пирожки и с картофелем, и с картофелем и грибами. Потому что в моей семье не все любят грибы и не все их могут есть. Есть дети. Поэтому я делаю несколько пирожков с картошкой, а остальные пирожки у меня будут с картошкой и грибами. Прошел час. Тесто у меня поднялось. И сейчас мы его будем обминать и замешивать тесто. Присыпаю стол мукой. Выкладываю тесто. И сейчас я буду постепенно добавлять муку и замешивать тесто. Руки смазываю растительным маслом без запаха. Сначала оно будет липковатое. Постепенно в процессе замешивания тесто становится эластичным. Муку в тесто я добавляла постепенно. И мне понадобилось еще 130 грамм. В общей сложности на все пирожки у меня ушло 480 грамм муки. Тесто получается незабитым, очень воздушным. Пирожки из такого теста получаются просто как пух. Затем формируем вот такую колбаску. И делим эту колбаску напополам. Примерно на глаз напополам. И каждую половинку разрезаем примерно на равные части. У меня в общей сложности получилось на 12 частей, то есть на 12 пирожков. Каждый кусочек немного обваливаю в муке. И затем начинаю формировать вот такие колобочки. Вот таким образом постепенно каждый кусочек формирую формирую из каждого кусочка колобочек. Откладываю и прикрываю полотенцем либо пищевой пленкой, чтобы не заветривались. Таким образом поступаю со всем тестом. Каждый колобочек у меня получился весом 65-70 грамм. Накрываю их полотенцем и оставляю на 20 минут. 20 минут прошло. Теперь беру скалку, немного присыпаю мукой и начинаю раскатывать. Сверху на тесто выкладываю 1 столовую ложку начинки и вот таким образом защипляю пирожок. Укладываю его швом вниз и немного формирую. Формируйте ту форму, которая вам больше нравится. Ну, я сделала классическую форму пирожка, вот такую. И продолжаю формировать оставшиеся пирожки. Начинку надо выкладывать в пирожки, естественно, уже остывшую. Поэтому приготовьте начинку заранее. Пирожки выкладываю швом вниз на противень. Духовку я уже поставила разогреваться. Все сразу пирожки на один противень не поместятся, поэтому я положила на два противня. Взяла одно яйцо, взболтала его, добавила одну чайную ложку молока и смазываю все пирожки обильно яйцом. Ставим выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку пирожки на 30 минут на средний уровень. Пирожки у меня выпекались 30 минут и сейчас я их буду доставать из духовки и дам им немного остыть и покажу вам в разрезе, какие получились пирожки. Также я попробую. Посмотрите, как они красиво смотрятся и прямо все блестят. Тесто получается очень-очень мягкое, как пух. Очень вам рекомендую попробовать приготовить по этому рецепту, вы не пожалеете. Сейчас я вам покажу, как они смотрятся в разрезе. А начинка это вообще отпад. Получается очень-очень вкусная начинка с картошкой и грибами. Вот посмотрите, начинки я накладываю всегда очень много. Ребенок уже не дождется, чтобы побыстрее попробовать пирожок. Надеюсь, рецепт вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю удачной выпечки, приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч!